В округе прошел экологический фестиваль Московской области. Праздник, который собрал более полутысячи жителей региона, провели на берегу Кореневского карьера. Для участников организовали тематические мастер-классы и спортивные соревнования. Подробнее в сюжете моих коллег. Экологический фестиваль проводят в регионе третий раз. Традиционно он приурочен ко Дню эколога, который отмечается 5 июня. Тут организовали соревнования по пляжному футболу, самбо, вейкборду, пляжному волейболу, баскетболу, гребли на байдарках. В прекрасную погоду всегда очень радостно принять участие в таком прекрасном фестивале. Особенно если оно связано как-то с экологией, как-то улучшить наше благосостояние, благоустройство, чтобы нам дышалось лучше. Ну и прекрасную погоду также радует то, что мы можем здесь собраться и показать разные активности. Это и футбол, и самбо, и пляжный волейбол. Тема фестиваля – чистая вода и спорт. Главная идея – объединить активные занятия на свежем воздухе с экологическим просвещением. Конечно, мы пришли с хорошим настроением. Мы желаем всем здоровья крепкого, тепла, любви, солнечного лета и хороших каникул нашим всем детям. Веселье, драйва, ажду танцев. Драйва, музыки громкой. Хорошего позитивного настроения, ярких эмоций. Поприветствовать участников фестиваля на Кореневский карьер приехали руководители Росприроднадзора Светлана Родионова и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Очень приятно, что в него увлекается огромное количество детей, школьников. Очень важно, что мы все неравнодушны. Я очень надеюсь, что наша Подмосковь благодаря нашим детям вам будет с каждым годом все более зеленым, более чистым. Без вас мы не справимся. Никто не сможет сделать нее чище и лучше, чем вы сами, вам в нем жить. А сейчас мы, наверное, исполним желание. Наряду с конкурсом «Экология – дело каждого» в этом году провели еще один «Шар желаний». Делали макеты земного шара из подручных материалов и отправляли на конкурс вместе со своими желаниями. Моя мечта – это детская площадка. Я ее сделал из пластиковых бутылок и крышек. Мне желательно иметь свою теплицу. Хочу там выращивать арбузы и... Организовали дискуссии на экологические темы и профильные мастер-классы. Основная тема семинара – роль экологии в современном мире. Я очень надеюсь, что в каждом нашем городе, в нашем большом Подмосковье, с каждым годом будет чище. Когда это возможно? Первое. Когда, конечно, работают все службы, это безусловно. Но, согласитесь, не менее важно, наверное, самое главное, когда каждый из нас перестанет бросать, мусорить или делать что-то непотребное в части чистоты. И вот это уравнение, если мы решим, тогда будет и наша Подмосковье, и наша страна самая чистая. Все интеграции, игровые моменты здесь сделаны, в том числе с учетом, как правильно относиться к природе, как правильно разделять пластик, сколько пластик разлагается. Вот в шатрах вы, наверное, уже видели, да, разные интеграции и разные мероприятия, которые показывают, как надо и важно, бережно относиться к природе. Самое главное – начинать с себя. Если культура пойдет с детей, то и, соответственно, взрослые быстрее потянутся. В завершении фестиваля в Кореневский карьер опустили буй. Он позволит контролировать качество воды по 50 показателям. В режиме реального времени автономная станция будет передавать результаты специалистам-экологам. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.